Эти работы принадлежат кисти армавирского художника Николай Обородовка. На своих полотнах мастер передает величие русской природы. С детства его окружала красота родного края, уходящий за горизонт Золотые Нивы, тенистый массив лесов Обширонского района, стремительная Кубань. После службы в армии Николай Васильевич поступил в Кубанский государственный университет на факультет художественной технической графики. С 1978 года живет в Армавире. Более 30 лет он проработал в детской художественной школе, пройдя путь от преподавателя до заместителя директора. Сегодня Николай Васильевич на заслуженном отдыхе и все свое свободное время посвящает творчеству. Школу уже отработал 32 года, вышел на пенсию, бросил. Меня там оставляли, чтобы я работал, но я ушел. Почему? Потому что надо больше времени для творчества. На торжественном открытии экспозиции присутствовали близкие друзья художника, а также лобинские ценители искусства. Они выразили слова благодарности мастеру и поздравили его с очередной выставкой. Так, друг, замечательный армавирский художник, член Союза художников России, Николай Васильевич Бородовка выставляется в вашем зале прекрасном со своей персональной выставкой. Работы мы знаем, замечательные работы. Желаем вам посмотреть, полюбоваться трудом этого замечательного художника. А мы, товарищи, поздравляем вас, Николай Васильевич, желаем творческих успехов. Я, в общем-то, со всеми работами здесь знакома, но вот это увидела впервые, вот эти вот замечательные горы. И заметила такую особенность. Если вот когда двигаешься, они тоже двигаются, как вот при езде. Благодаря нашим художникам и Николаю Васильевичу, я считаю, что и там побыла. Да, потому что по этим великолепным работам, можно сказать, я там была. Николай Васильевич, я хочу пожелать вам творческих удач, все самое лучшее. Вот в этой коробочке стежень Кахинор, 9Б, творите, работаете. Да, да. Спасибо. Любимыми темами художника являются монументальные горные пейзажи Кавказа, кубанские просторы, а также природа и памятники архитектуры Севера, где Николай Васильевич неоднократно проводил свой пленэр. Огромное количество эдюдов, написанных с натуры в разных уголках страны, являются основой всех его полотен. Посетители выставки высоко оценили мастерство художника и с особой теплотой отзываются о его творчестве. Мы узнавали свое. Картины с изображением станицы Каладжинской. Мы из Асовской станицы, и, конечно, пейзажи очень похожи, и мы узнавали свое родное. Очень приятно. Такое теплое впечатление осталось. Мне нравятся его работы и пастели, потому что они такие воздушные, такие светлые. А коли я сама художник, и у меня работы светлые, и так это мне не больше. Выставка «Русь бескрайняя» Николая Бородовка будет действовать до конца декабря. Добро пожаловать на встречу в прекрасном. В блеске елочных огней сегодня работает Лобинский музей истории и краеведения. Здесь открылась выставка советских новогодних игрушек, а также фотографии и открыток. В экспозиции есть елочные украшения с советской символикой, игрушки триумфальной космической эпохи. По ним можно проследить историю советского народа, его вкусы и предпочтения. Не только игрушки у нас в экспозиции, но и предметы быта, которые дополняют и украшают эту выставку. Старые фигурки, старые часы, елочные украшения, сами елки и так далее. И очень интересные, конечно, письма и открытки 60-х, 50-х годов. И самый редкий экспонат такой у нас, которым мы очень дорожим. Это рукописная, что называется на современном языке, хендмейд-открытка 1945 года. Это времени войны, которая из коллекции одного из наших лобинских жителей. Мы ее здесь в экспозиции представляем. Самое интересное, что ранняя игрушка советская, она очень сдержанная в цветовой гамме. У нас в витрине это представлено, потому что они все такие неяркие. И чем ближе к 80-м, к 90-м годам игрушка становится все ярче, конечно, игрушка даже в советское время, так называемое застойное время, обслуживала идеологию. У нас в витрине советского времени представлены игрушки «Покорение космоса», мы их так назвали про себя. Или же «Солдаты революции», где маленькие елочные украшения в красных буденках со звездами, того требовало время. И помимо игрушек мы добавили туда и открытки времени, время покорения БАМа, допустим, и так далее. И здесь маленькие фигурки фарфоровые, которые тоже наша сотрудница, наша коллега Анна Васильевна принесла, чтобы так раскрасить время. Экспозиция рассказывает об этапах становления и развития советских елочных украшений. Игрушки, представленные в музее, принесли сами сотрудники, а также их друзья и знакомые. Большая коллекция здесь кукол Нарины Аркадьевны Саркисовой, нашего хранителя, и Нины Ивановны, и директор наш принесла кое-какие, и, конечно, игрушки, и, конечно же, это библиотека. Большие друзья нашего музея из Чемлыкской, которые время от времени дают нам экспонаты из своей семейной коллекции, это семья Новосельцевых. Выставка рассчитана на любой возраст. Школьники смогут посмотреть на игрушки, которые сегодня в каждом доме уже не встретишь. А взрослые вспомнят, какой была елка их детства. Я сразу посмотрела, что это в прошлое, в прошлое экскурсия, в наше прошлое, в нашу молодость. Нам очень понравилось. Мне знакомы эти, которые бумажные. Для меня они очень интересные, понимаете? Для меня они очень ценные, потому что именно с этих игрушек мы начинали украшать свои елки в своих домах. Каждая игрушка с чем-то связана. Воспоминания. Одну встретила игрушку, которую я когда-то разбила. До сих пор сердце сжимается. Выставка замечательная, добрая и позитивная. Несмотря на обилие и разнообразие современных игрушек и открыток, нас по-прежнему очаровывают старые, которые являются частью навсегда ушедшей эпохи.